Михаил Шейтлиман, это политтехнолог и писатель с нами. На связи Михаил, рад приветствовать, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Вот знаете, очень много кто говорит в последнее время о, в целом, и упоминает нынешнюю ситуацию в мире, в целом, соединяя, конечно же, и с очередной конфронтацией на больших международных аренах, на военном конфликте, на войне, по факту, которая происходит на территории Украины. Вы в этом видите начало, либо уже продолжительность холодной войны с переходом на так называемую горячую, которая сейчас в Украине? Вы говорите сейчас про, насколько я понимаю, под заголовком написано, что это между США и Китаем, правильно? Да, но сейчас очень многие проводят параллели между тем, что было и тем, что сейчас. Да-да-да, я понимаю, просто тут речь идет о чем, что, безусловно, не может быть новой холодной войны, в смысле, там, с Россией, например, потому что Россия, это очень маленькая, где-то там на далеком Востоке небольшой народец, которому нечем, нечем вести холодную войну, вот, поэтому это несерьезно. Мир двухполярный абсолютно, просто абсолютно двуполярный, это то, что отказывается в силу каких-то своих, там, причин признавать президент России Путин. А у мира два полюса, западный мир и Китай, это абсолютно однозначно. Западный мир во главе, там, с США и Евросоюзом, которые в каком-то смысле борются за лидерство, хотя, конечно, пока США, наверное, гораздо важнее, чем Евросоюз, но так получилось, в силу экономического могущества и других причин. И Китай со своими сателлитами, многочисленными, которых все больше, он действительно завоевал этих сателлитов, ну, завоевал, имеется в виду, экономические, политические, это Вьетнам, например, там, немаленькие страны, Индонезия, которая по размеру огромная, да, там, 250,5 миллионов человек, Вьетнам со 100 миллионами человек, половина Африки уже под китайцами, вот, поэтому, да, мир разделен на эти две, два лагеря, скажем так. Но есть нюанс, нюанс по сравнению с прошлой Холодной войной. В Холодной войне было основание, то есть за что воевали, воевали две идеологии. Одна, одна часть мира была капиталистической и говорила, что мир должен развиваться вот так, по законам свободной экономики, конкуренции, демократии, а другая часть мира была социалистической, она утверждала, что мир должен развиваться по пути, ну, скажем так, марксизма-ленинизма, да, не буду сейчас его весь пересказывать. И вот в этом был конфликт. А сегодня между Китаем и США такого конфликта нет, потому что и Китай капиталистическая абсолютно страна, и США капиталистическая абсолютно страна, и сегодня они скорее сотрудничают, чем соревнуются. То есть игра между США и Советским Союзом в свое время, всем этим социалистическим блоком была такой некооперативной, потому что экономическое сотрудничество было сведено к минимуму, реально говоря. Ну да, фипсиколу завозили, производили в Советской России фипсиколу, и там, не знаю, жигули по лицензии фиата делали. Ну, в общем, и все по большому счету. Ну, я имею в виду, понятно, что там много чего было, но, в общем, на внешнее такое сотрудничество приходилась очень маленькая доля советской экономики. А вот Китай-то сегодня полностью зависит от США и Евросоюза, поэтому это не может быть войной. Это такое, игра в топ, ну, как игра в шахматы, в ней же нет проигравших, все получают удовольствие. А если узнать здесь роль Российской Федерации, ведь мы видим, что публично Российская Федерация опять вернулась к угрозам США и НАТО, в свою очередь публично показывая, что Россия и Китай – это братские народы, дружественные страны. Сейчас мы видим, как даже на тех компаниях, которые покинули Российскую Федерацию, больших глобальных компаниях, автопром, тот же самый, о котором вы упомянули, туда сейчас заходят краскитайские производители. Может ли идти речь о том, что Российская Федерация сейчас ищет союзников, пытаясь таким образом этих новых союзников еще более стравить с тем же Евросоюзом или с теми же Соединенными Штатами? Даже вот если об этом союзнике, как Китай. Пытается ли Россия сейчас стравить всех, чтобы хоть кого-то найти в свою поддержку? Нет, пытаться-то она может пытаться, но мы же говорим про такой настоящий тренд. Но это как утверждать, что сейчас Мексика стравливает, не знаю, США с Китаем, да? Ну, понимаете, масштаб, что такое Россия. Россия – это Мексика по масштабу. Ну, вот есть западный мир. В нем есть США, Германия, Великобритания, Италия, Испания, Австралия, кстати, есть там, да? Япония. Есть Мексика. Она, в принципе, тоже часть того вот мира. Вот по населению Мексика и Россия сопоставимы. Это вот две примерно одинаковые страны. Вряд ли мы будем говорить, что Мексика нашла союзников и стравливает кого-то там. Да? Мексика просто предаток Соединенных Штатов. Причем, если у Соединенных Штатов, с одной стороны, есть Канада, которая дает полезные ископаемые, с другой стороны, Мексика, которая дает рабочую силу. Это предаток рабочей силы. Вот, как не знаю, как для Китая Вьетнам. Предаток рабочей силы. Вьетнамцы. А Россия – это предаток для Китая. Кстати, такая же очень симметричная ситуация, если вспомнить карту мира даже, да? Вот есть США. На севере у них кладовая в лице Канады, а на юге рабочие руки дешевые в лице Мексики. У Китая то же самое. На севере кладовая в лице России, где ископаемые беспризорные. А на юге рабочие руки в лице Вьетнама, Индонезии, может быть, даже Индии. Поэтому нет, Россия не является в этом деле игроком. Россия является, собственно, эксплуатируемой территорией, то есть колонией китайской. Надо к ней думать, что она игрок. То, что она пытается пыжиться и тужиться, и что-то из себя изображать, я думаю, что... Знаете, мне что это напоминает? Когда-то в Бразилии, вот в США в какой-то момент ввели обязательные сборы этих отпечатков пальцев для привъезда. Был такой момент, где-то в начале 2000-х. И вот Бразилия была единственной страной в мире, которая ввела ответные меры, что только для граждан США нужно было обязательно при въезде сдавать отпечатки пальцев. То есть мы типа тоже великие. Вот Россия тоже примерно такое изображает. Но это же не соответствует реалии. Потому что, ну как, у нее ВВП России до войны была одна десятая от ВВП Китая. Одна десятая. Население России меньше одной десятой населения Китая. И это было довоенный показатель. Сейчас понятно, что ВВП России будет 5% от ВВП Китая. Все, что есть у России, это ядерное оружие. Вот это единственное, почему с ней вообще кто-то еще разговаривает. Хорошо. Если возвращаться непосредственно к вопросу США и Китай. В свою очередь, вы же помните, да, какие обострения наблюдались во взаимоотношениях двух стран из-за визита экс-спикера США на НСПЛОСИ на Тайвань. Кстати, американский публицист в статье, опубликованной в Foreign Policy, утверждает, что Соединенные Штаты по спирали движутся от старой холодной войны с СССР к новой, но уже с Китаем и Россией. Но тут я правильно понимаю, что ваше мнение немножко не соприкасается с этим, потому что сейчас, как раз вы говорите, Китай от США очень зависим. И если мы будем наблюдать какие-то заявления со стороны официального Китая касательно несоглашения внешней политики США в отношении того же Китая, то внутренние все равно будут сохраняться до максимума. Или не так? Поясните, пожалуйста. Потому что тут очень глобальная политика и очень тяжело воспринимать то, что мы видим от заявлений одних и то, как все происходит на самом деле. Ну давайте вот уровень заявлений понятен. Все что-нибудь обостряют, чтобы потом что-нибудь выторговать, тем более накануне визита Блинкена в Китай. Это как бы тактика. Мы же когда говорим про холодную войну, это же не что-то, что будет продолжаться месяц в ближайшем. Мы говорим о ближайших годах, а лучше говорим о десятилетиях. Вот на ближайшие десятилетия мир разделен на эти два лагеря. Обязательно так получилось. На лагере, который возглавляется Китаем, на лагере, который возглавляется США. Вот назовем их полюсами. Но вопрос только в чем? Да, между этими лагерями есть разные противоречия. В частности, например, противоречия под названием Тайвань. Оно существует. Ну как между советским лагерем и лагерем капиталистическим тоже, возможно, были какие-то Курильские острова. Но они не приводили к войне. Вот и Тайвань. Может он привести к войне? Ну, может. Но мы не можем загадывать на десятилетия. Но не к тотальной ядерной войне за Тайвань? Нет. В смысле? Ну, какой-то тактической, мелкой, вот там, в том регионе, может привести, что будет большой трагедией для жителей Тайваня, но вряд ли для всего мира. Другое дело вопрос вот этого противостояния. В чем его сущность этого противостояния? Сущность противостояния Китая и США, она экономическая. То есть они пытаются расширять свои зоны влияния, бороться за ресурсы в разных странах мира, диктовать свои условия, например, в области денег вообще. То есть кто вот сегодня владелец новых денег? США или Китай? Пока США, потому что 60% резервов хранится в долларах. 60%. А раньше было 80%. То есть Китай чего-то все-таки смог добиться. Где-то роль юаня выросла. Дальше начнется, ну, вот главное противостояние сегодня. Это противостояние в области искусственного интеллекта. Вообще технологий, но в частности искусственного интеллекта. Вы, наверное, слышали такие слова «экономика данных». И это будущее экономики мира, это экономика данных. И у кого больше данных, тот как бы способен лучше их обрабатывать. Потому что чем больше у тебя данных, тем лучше ты учишься, обучаешь свои алгоритмы. Вот 90% данных в мире хранятся в двух странах, в США и в Китае. Данных об этом мире любых хранится в США и Китае. Потому что любой человек в мире владеет либо китайским, либо американским телефоном, компьютером и так далее. Есть редкие исключения, как Samsung, например, корейский. Или там, не знаю, может что-нибудь там Nokia еще производит. Но основная масса – это вот так, и ничего нельзя с этим поделать. И в этом будет соревнование за искусственный интеллект, за данные, за кто определяет стандарты денег. Но это соревнование, еще раз подчеркну, оно кооперативное. Это кооперативная игра. Потому что я говорю, что Китай зависит от США, но и США зависит от Китая. Потому что если Китай перестанет поставлять в Америку все, что он производит, то американцы просто не способны вернуться быстро, достаточно к собственному производству. Хорошо. А если вот я читаю прямо сейчас заявление, статью Military Times, которая говорит о том, что Насгвардия США готовится к возможным арктическим конфликтам с Россией и Китаем. И в очередной раз видим, опять же, мнение касательно того, что когда будет потепление, вот некоторые морские пути, они становятся более судоходными, а такие страны, как Китай и Россия, увеличивают свое военное присутствие. Я правильно понимаю, что все равно, грубо говоря, на ножах отношения даже в этих регионах? Или же это игра вооружениями, опять же, которые сейчас мы наблюдаем, нет, не сейчас, ранее, которое мы наблюдали, с 2014 года, но в Российской Федерации, которая проводила постоянное военное учение вблизи границ НАТО, альянсов, вблизи границ Украины и так далее. Я правильно понимаю? Может, это тактика такая, стратегия запугивания? Вы понимаете, то, чем занимается Россия, это же пародия на холодную войну. Надо же сравнивать. В момент, когда была холодная война, то армии Восточного блока и армии НАТО были сопоставимы. Сопоставимы по всему, по мощи. Потому, например, что у каждой из них были свои технологии. Да, скорее всего, конечно, американские были более продвинуты, тут спора нет. Но каждый из них действовал на своих собственных технологиях, произведенных полностью от начала до конца, на своей собственной науке. А сегодня нет. Сегодня есть две армии, два вида технологий. Американские, ну, слэш европейские, которые там внутри зашиты. Или китайские. Других нет. Нет российских технологий, не существует их. Поэтому Россия не может соревноваться, ни в каких войны вести. Ну как, население Советского Союза было больше, чем население США. Понимаете? А население России меньше, чем население Индонезии, или там Нигерии, или Пакистана, или Бладеш. Поэтому какая Россия? Она вообще как бы непонятно, чем она здесь. То, что она играет и изображает, еще раз говорю, но это же ничего не означает. А есть вооруженные силы Соединенных Штатов Америки. И у нее 10 авианосных флотов. 10 авианосных флотов США. А есть вооруженные силы России, и у них один крейсер авианесущий. У них ноль авианосцев и один авианесущий крейсер, находящийся на ремонте и недавно сгоревший. Но это как бы смешно. В смысле, о чем? Какая может быть речь? А там военные какие-то противостояния между США и Россией? Оно будет продолжаться дни или недели, но не больше. Потому что нечем, нечем воевать, в России ничего нет. Совсем другое дело Китай. Китай действительно постепенно наращивает военную мощь. Он наращивает ее именно в противоборстве, естественно, с США, как с главным таким противником. Просто пока Китай не приблизился к размерам того, что есть у США. Но Китай производит все свое, сам. Это китайские ученые, китайские разработки, китайские технологии. Вот это важно. Что отрежь сегодня Китай от мира, и Китай сможет все производить. Отрежь США от мира, и США смогут все производить. А отрежь Россию от мира. Вот отрезали, они не могут ракету сделать. Не то, что авианосец построить. То есть китайцы во время уже нашей войны спустили на воду третий авианосец свой, или четверком третий. Но интересно что, что в этом третьем китайском авианосце нет ни одной импортной детали. То есть это все от начала до конца. Китайская разработка, китайские детали, китайское все. Он третий пока. У США 10, Китая 3. Но только Китай может в этом смысле как-то сравниться с США. Просто Китаю еще нужно 20 лет, чтобы дойти до военной мощи уровня США. Но пока он еще далеко от этого. В свою очередь, также хочу акцентировать внимание на том, что уже через два года может начаться война между США и Китаем. Так считает американский генерал ВВС Майк Минихан. В служебной записке он предупредил личный состав о необходимости ускорить подготовку к потенциальному конфликту, ссылаясь на амбиции лидера Китая Си Цзиньпиня. По информации Вашингтон-Пост записка датирована 1 февраля, до которого еще несколько дней и была распространена среди подчиненных Минихану командиров. В Пентагоне подтвердили подлинно заявление генерала, но также отметили, что Соединенные Штаты не хотят военного конфликта с КНР и пытаются сохранить мир в Индо-Тихоокеанской зоне. Сейчас мы видим оригинал этой статьи на экранах, и давайте услышим прямую речь, и будет еще один маленький вопрос к вам. Надеюсь, что я ошибаюсь, но интуиция подсказывает, что мы будем сражаться в 2025 году. Си обеспечил себе третий срок и созвал военный совет. Президентские выборы на Тайване состоятся в 2024 году и дадут Си повод. Президентские выборы в США состоятся в 2024 году и дадут Си растерянную Америку. Команда, причина и возможности Си – все это нацелено на 2025 год. Майк Минихен, глава командования воздушной мобильности ВВС США, в служебной записке подопечным. Я правильно понимаю, что даже исходя из этого сообщения, из этой цитаты Майка Минихена, идет речь о том, что мы снова становимся свидетелями того, как начинается мировая борьба за превосходство. Как военная, так и экономическая, такая себе гонка. Видите ли, Министерство обороны США, вот я сейчас пока осмотрел это, пошел в новости на эту тему. Министерство обороны США не разделяет точку зрения генерала ВВС Майка Минихена, который предсказывает войну с Китаем в 2025 году. Видите ли, в чем дело. Министерство обороны не разделяет в ответ на запрос Рейтерс о комментарии, что военное соотношение является такой проблемой. Мы по-прежнему соотношение на совместной работе для сохранения мира, на свободного и открытого Индотехоокеанского региона. Поэтому это какой-то конкретный генерал. Представляете, сколько в Америке генералов. Просто, я думаю, как собак не резаных. Поэтому, мне кажется, что раскручивать такие идеи, это работа кремлевская. Подхватить высказывание какого-то одного генерала. Нет, это настоящий генерал, не фальшивый. Ну хорошо, один генерал чего-то там подумает. Все. Это не политика США, это не военная доктрина. И вот сейчас я уверен, что россияне разгоняют такую мысль. Им же нужно, как вы сами подчеркнули правильно, что Россия пытается кого-то с кем-то стравить. Пытается. Но давайте не будем ей в этом помогать. Рассказывая о том, что какой-то один конкретный генерал какую-то записку кому-то написал. И все. Он же не представитель армии США, не автор военной доктрины. Ну, видите, в свою очередь, очень много мнений. Ну и мы с вами в эфире, в свою очередь, также эти мнения обсуждаем. И сравниваем, где что кто сказал. Тем самым, помогая нашим зрителям понимать, что вообще в целом происходит, кому верить и где нужно еще больше анализировать. Михаил, я вам, как всегда, очень благодарен за то, что вы присоединились к нашему эфиру. Напомню, политтехнолог и писатель Михаил Шейтельман был на прямой связи с нашей студией.